друзья всем привет вы на канале 26 колесо сегодня у нас на обзоре настоящий бестселлер хит это самый недорогой алюминиевый фикс на рынке велосипед от компании outlip outlip heritage давайте начинать по традиции пару важных слов этот велосипед позиционируется как фикс но продается он в режиме free will и очень много людей используют его как дорожный и городской велосипед на самом деле я полностью одобряю применение данного велосипеда вот в таком формате как городской как дорожный неприхотливый велосипед на каждый день не только фикс эти мысли посещают меня очень часто последнее время потому что мне нужен дорожный велосипед я уже довольно длительное время нахожусь в выборе своего идеального дорожного велосипеда и вот именно этот велосипед там еще парочку подобных велосипедов которые люди используют как фикс но я их рассматриваю в режиме free will вот как раз тормозом как здесь до в качестве такого городского помощника компьютера такие велосипеды они как правило у нас по-другому выглядит настоящие компьютер да у них руль уже вот такой у них там может быть есть планетар очка они с крыльями с багажником но для тех людей может быть кто любит погонять я себя отношу к таким как раз людям я люблю скорость вот этот велосипед может все это подарить потому что у него геометрия мы чуть дальше пройдемся по ней у него покрышечки 25 тонкие колеса в общем и все это позволяет мне говорить о том что этот велосипед будет провоцировать тебя ехать быстро кстати видел очень много пользователей данного велосипеда таких людей почтенных в возрасте там есть забавные такие обзоры где мужчин ну реально в возрасте там покупает распаковывает этот велосипед и говорит все купил себе городской велосипед буду на нем есть потом садится делает вот тестовый круг маленький и начинает охать и вздыхать что ой ой он же такой ведь у него сидушка там наверху у него руль такой ой 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 но как классно как он быстро едет это все кстати люди отмечают ну не фиксер да не люди которые берут его по назначению как использовать как гоночную пушку там ракету а вот обычные скажем так люди в возрасте они все отмечают ой как быстро он едет ну к примеру там я пересел на него после своего мтб после своего какого-то еще велосипеда ой ничего себе как у него разгон как он быстро едет что с этим делать как все жестко но он значит летит и мчит в общем понятно эти первые эмоции людей которые сели на вот такой велик на тонких колесах что давайте продвигаться дальше рассмотрим этот замечательный велосипед поближе как я уже сказал вначале этот велосипед бестселлер хит он выдерживает уже вторую редакцию этот велосипед на обзоре как вы видите в белом таком прекрасном цвете 1 редакция он был в черном цвете до сих пор бегают эти черные велосипеда вот эти уже белые появились в городе мы не знаем сколько сот тысяч миллионов этих велосипедов уже было продано очень много по моим ощущениям вот просто там в районе где живу значит я знаю несколько мест я прохожу все время там хожу и эти велосипеды вот именно вот этих рейтейджи пристегнуты к забору пристегнуты я смотрю на самом деле так немножко завистью потому что они такие уже знаете как дворовые коты такие побитые в царапинах ну и видно владелец их просто к забору так бумс значит киданул пристегнул этим вот замком побежал по своим делам и это продолжается там уже какое-то длительное время то есть я наблюдаю эти велосипеды пристегнутые уже стоят там ну какими-то годами то есть люди используют их как городские такие компьютеры в течение длительного время еще раз мы не знаем сколько там тысяч миллионов этих велосипедов было продано но по моим ощущениям очень много это все произошло из-за того что на момент продажи на момент своего появления это был самый недорогой то на самом деле и был и остается сам недорогой алюминиевый фикс на рынке цена его была там когда-то вообще низкая что ли там то ли десять тысяч пятнадцать двенадцать не помню сколько он стоил но какие-то вообще смешные деньги сейчас он стоит двадцать четыре тысячи да давайте быстренько эту цену назовем это тоже до сих пор очень недорого за вот подобный алюминиевый велосипед давайте сразу еще тоже назовем его конкурента коллегу так скажем это бирбайк там куча вот этих всяких расцветок велосипед который стоит примерно тоже вот в этой цене там двадцать пять тысяч они стоят примерно плюс-минус так но бирбайк он стальной это уже совсем другой материал он совсем по-другому едет ну как совсем по-другому по-другому реально по-другому этот велосипед он более резвый более такой бодренький потому что алюминий алюминий такой более жесткий материал стали все-таки она более мягкая и бирбайк он едет по-другому бирбайка там немножко другая навеска он немножко по-другому там сконструирован но в принципе вот эти два брата акробата многие кстати И говорят, что если бы выбирать между бирбайком и этим, почему-то люди склоняются к этому. Ну, понятно почему, потому что алюминий все-таки более такой благородный металл для уличных гонок, для вот этих всех покатушек. Более надежный момент передачи твоих усилий, да, с педали на ход. То есть на ходу этот велосипед, естественно, он быстрее разгоняется, он такой резвый, подвижный, в отличие от бирбайка. Поэтому нет ничего удивительного, что у этого велосипеда были огромные продажи. Были и остаются. Этот велосипед до сих пор продается. Я его, кстати, еле достал на обзор. Я не хотел доставать велосипеда уже, который бывший в употреблении. Хотел найти новенький. О, за новеньким пришлось погоняться, потому что в магазинах только он появляется, все, тут же выгребают. Там буквально нужно караулить, потому что появляется, все, тут же пропадает. Кстати, вот этот черный, который стоит еще дешевле предыдущего модельного года, тоже там весь сметают быстро. Короче говоря, велосипед реально достойный за свою цену. Ну, в нем есть много чего такого классного. Есть у него какие-то свои, понятно, там и слабые стороны. Поэтому, если вот так вкратце суммировать, я бы сказал, что у этого велосипеда намного больше преимуществ, чем недостатков. По традиции начинаем с веса и цены. Весит данный велосипед 10 килограмм. Именно вот этот велосипед, который вы видите рядом, в размере 55. И стоит он 24 400 рублей. Ну что, давайте по весу остановимся. У него достаточно тяжелые колеса. Я бы сказал, что очень тяжелые колеса. Эти два колеса весят 4 килограмма. Ну, в сборе с резиной, с камерой, со всеми делами. Переднее колесо там весит чуть-чуть меньше 2 килограмм. И заднее весит чуть-чуть больше 2. Короче, оба колеса весят 4 килограмма. Все остальное тут на самом деле тоже не очень легкое. Это сидушка, посидельный, штырь и руль. И все-все-все. Сама рама здесь нормальная. И все остальное такое. Вот кареточка здесь тоже. В общем, система. Все-все-все весит достаточно бодро. Но, в принципе, этот вес, я так понимаю, без педали. И в меньшей ростовочке он будет весить 9 800, 9 700. Еще меньше. Значит, без педали. Нормальный вес, комфортный, в принципе. Это не какая-то чугунина тяжелая, которая, у нас есть велосипеды 13-14 килограмм. Они прям ощущаются тяжелыми. Этот велосипед, ну, 10 килограмм, это нормальный вес. Естественно, его можно сбросить. Вот, кстати, по поводу этого велосипеда, по поводу апгрейдов его. Я очень много говорил в последних роликах. Там были на обзоре недорогие велосипеды. Я говорил, что не вижу смысла делать апгрейд вот этих недорогих велосипедов. Вот об этом велосипеде, честно сказать, не знаю. Даже не знаю, потому что здесь, на самом деле, вполне себе неплохая рама. Рама вот очень неплохая. Если сделать апгрейды, ну, хотя бы колес, вот сделать апгрейды по колесам. Значит, если он будет использоваться вообще в режиме фикс, то можно, наверное, собрать какие-то вообще прикольные колесики без тормозных вот этих вот дорожек. То есть на стиле так. Ну, и, наверное, посидел бы и седло я бы точно поменял здесь. Короче, руль я бы точно здесь поменял. Ну, короче, чуть дальше об этом расскажу, что бы я здесь делал. Так вот, по поводу этого велосипеда, наверное, может быть, можно было бы заняться его апгрейдом, потому что у него действительно прикольная рама. Ну, и в этом случае, как вы понимаете, вес бы там, ну, прям значительно бы уменьшился. Не знаю, можно было бы легко там получить и 8 килограмм, может быть, даже чуть меньше. В принципе, есть люди, которые заморачиваются на весе. Я, наверное, не отношу себя к таким. Даже на своем гравиннике менял, ставил все карбоновые детали. Не из-за веса, а просто чтобы попробовать карбон, попробовать вообще аликарбон, вообще попробовать что-то такое. Ну, посмотреть, как это все, потому что все ставят. Захотел и я себе поставить. Но, наверное, это имеет смысл для некоторых. А кто-то, я уверен, просто купит этот велосипед, для него эти 10 килограмм, ну, они никак не будут ощущаться. В принципе, велосипед, я говорю еще раз, он не тяжелый. Это уже для меня тяжелый велосипед. Все, что начинается больше 12, 13, 12,5, это уже все. Велик начинает ощущаться такой, ну, тяжелый. Все, что меньше этого, 10 килограмм, то есть, это нормально ощущается. Теперь по поводу цены. 24,400, алюминиевый велосипед, алюминиевый фрейм, рама и вилка, да, у нас все алюминиевое. В общем-то, эта цена действительно очень хорошая, прям очень сладкая. Эта модель у нас, как вы видите, уже в таком новом дизайне. Он достаточно прикольно выглядит, на самом деле. Что тот прошлый, черный, прошлогодний, что этот белый. Они оба такие, немножко разные по-своему, но оба прикольные. И цена, ну, не знаю, для меня это очень классная цена. Ну, реально, очень хорошая цена. Что можно было бы, ну, цунами традиционно, люди собираются, алиэкспресс, да. Цунами выйдет вам дороже. Цунами выйдет вам дороже, там его нужно самому собирать. И, кстати, по поводу цунами, там нужно собирать, ждать. И если там что-то пойдет не так, нужно иметь определенную равноту рук и определенную равноту мозгов, чтобы все это заказать правильно, собрать правильно, дождаться, в общем. Ну, и потом уже, значит, на нем ездить, да, и он выйдет дороже. Этот велосипед не надо ждать, собирать, ничего делать, он уже как бы в магазине. То есть пришел, все, увидел свою ростовку, купил и погнал в тот же момент. Велосипед очень простой, его там можно просто из коробки достать, руль прикрутить, все, и поехать. Вот этот момент ожидания и каких-то, ну, связанных негативных эмоций, да, что лето уже в ходу, а ты все сидишь и ждешь, нету. Пришел и купил, но, опять же говорю, такой момент важный, да, их довольно-таки быстро сметает. То есть появляется ростовка нужная, вот эта 55-я, допустим, такая вообще ходовая ростовка, и тут же они там все, ну, раскупаются. Поэтому нужно мониторить. В общем-то, с ценой, как мне кажется, это прям очень классная цена для данного велосипеда. Ну, наверное, даже больше как-то и нечего говорить. Тот же Бирбай, который мы уже называли, он по-другому сделан, да, из других материалов и стоит столько же. Как мне кажется, если вот два этих велосипеда сравнить, вот этот смотрится, ну, выигрышный. Реально выигрышный, потому что все-таки для стрита, как он себя позиционирует, у него там много надписей интересных, каждого рассмотрим. Все-таки это велосипед на алюминиевой раме, ну, как мне кажется, по цене прям очень-очень хороший. Давайте двигаться дальше. Руль вынос и подсидел здесь алюминиевые, подсидел 350 и 27,2. Вынос 80, 7 градусов имеет наклона. Смотрите, он обращен у нас вверх, то есть руль у нас имеет более такую, ну, приподнятую, да, позицию. Его можно в любой момент развернуть, снять. Кстати, многие не знают, что вынос, на самом деле, можно этот самый 7%, там, или сколько у вас есть на велосипеде, разворачивать. То есть вы его откручиваете, разворачиваете, переворачиваете и получаете более спортивную посадку. Здесь он сейчас обращен у нас наверх, то есть мы сидим, ну, так скажем, немножко, да, более вертикально. Повернув его другой стороной, мы получаем прям, ну, немножко будем туда заваливаться вниз и получим такую вообще спортивную посадочку. 80-й вынос. Ну, соответственно, по ростовочке, кстати, тоже интересно, потому что можно, как правило, люди берут почему-то большие ростовки и начинают спрашивать, что делать. Сокращать вынос, они сокращают вынос, и, соответственно, рулежка этой велосипеде вообще катастрофически ухудшается. Естественно, вариант, как многие говорят уже опытные коллеги, брать велосипед, ну, своей ростовки, если вы понимаете, что такое ваша ростовка, либо чуть-чуть меньше. И в таком случае вы можете удлинить вынос, у вас улучшится рулежка, ну, и вообще этот вариант более выигрышный, да, взять чуть-чуть более меньшую раму, да, ну, и, соответственно, ездить на ней. Велосипед будет более жесткий, более собранный, ну, и по весу даже чуть-чуть у вас будет выигрыш. Руль тоже алюминий, 440 у него ширина, 14-сантиметровые дропы, такая интересная форма. Дропы очень-таки, как бы, неглубокие, он очень такой имеет загиб назад. Что сказать по этому рулю, по этой ширине? Это, как мне кажется, такой нормальный, нормальный параметр. Можно было бы иметь здесь 400-й руль, 420-й, ну, в общем-то, 440-й, это тоже нормальный параметр. Он не имеет никакого флера, абсолютно ровный руль, в пробках, честно, там, сжал плечи, везде проехал. Момент интересный, кстати, то, что этот велосипед поставляется у нас с бараном, то есть он такой, как бы, намекает, что он прям спортивный, спортивный. Кстати, heritage, это слово не сказал, да, оно переводится как наследие, то есть это такой у нас наследник, наследник спортивных соревнований, состязаний, сама компания это пишет, да, который переместился на улице. Ладно, давайте не будем эту тему трогать, я хочу в разделе дизайна об этом побольше говорить. Я начал говорить, что он поставляется с рулем бараном, и вот здесь интересно, вот точно я для себя решил бы, что если у меня был бы такой велосипед, я вот сразу поменял бы этот руль на палку. Я катался на многих велосипедах в фиксах, которые вот укомплектованы палкой, причем такой широкой палкой от 600, 650, там почти по 700 есть у людей палки. Да, в пробке ты не будешь себя так уверенно чувствовать, но это какая-то вообще кайфовая рулежка, это вообще классное ощущение, когда ты едешь на вот подобном велосипеде с палкой, с такой широкой палкой. Не знаю, меня прям в последнее время, я вот покатался немножко у ребят, там брал, меня прям вообще впечатлила вот эта палка на фиксах, ну на таких вот велосипедах, я бы здесь сделал бы апгрейд. Не то, что даже апгрейд, этот баран, его на самом деле никуда можно не девать, он вообще никак вам не мешает. Открутил, палку поставил, тут же открутил, там где-то 4 болтика, 3 секунды дело, и с палкой катаешься. Там, допустим, если какая-то гонка намечается или что-то еще, быстро вернул баран, там уже можно на дропы упасть и быстро гонять. Все, руль вынос посидел, обсудили, на самом деле 3 самые простые, ну такие детали, даже говорить нечего. Седло очень узкое, спортивное, 130, такое 285, седло, ну вообще такое треугольное форме, у него есть набивка, кстати набивка такая, ну достаточно набивка, это не дощечка, ну и не диван, естественно. У него присутствует набивка, поэтому без памперса в городском режиме так вообще можно ездить. Ну, наверное, если вы будете использовать этот велосипед как компьютер, то такой вообще городской конкретно такой вариант, наверное, стоит здесь поменять седло, поставить, ну, наверное, чуть более пошире. Это все-таки такое узкое гоночное седло. Кстати, подсидел, забыл сказать, одноболтовый, и прорезь, прорезь фиксация подсидела, у нас обращена назад. Рама и вилка алюминий, внешняя проводка тросиков. Сразу тут следует такое восклицание, какие тросики, это же фикс. Да, друзья, ну как вы видите, он продается в режиме фривилла, и у него есть тормоз, один задний тормоз, поэтому у него и тросик, к этому тормозу идет тросик. Он внешний, он проложен здесь по верхней трубе, естественно, с огромным негодованием и ненностью фиксеры сразу вырывают этот тормоз, убирают, переставляют глухую передачу. Но вот в стоке мы имеем то, что имеем. Здесь есть тросик, 120-е горизонтальные дропауты, кареточный стакан, 68-й, швы. Швы не полированные, ну как там уже, кстати, в других роликах сражались с комментаторами и выяснили, что не полированные швы, значит, это, дескать, даже лучше, потому что, если швы полировать, то снижается, значит, прочность вот этих узлов, ну, которые там заполированы, ну, якобы, понятно, мы стачиваем материал, и у нас там снижается прочность. Не знаю, видел я кучу велосипедов и с полированными швами, и не с полированными. Это были дорогие велосипеды, это были очень дорогие велосипеды. В общем, вопрос открытый, ну, естественно, это вопрос эстетики, насколько это красиво смотрится, вот эти вот полированные или не полированные швы. Крылья сюда возможно поставить быстросъемные, я уже говорил в своих других роликах, что чрезвычайно рекомендую пользоваться быстросъемными крыльями. Это действительно очень удобно, потому что не люблю, я лично не люблю, как EOSPET выглядит с такими стационарными крыльями металлическими, быстросъемные, это вообще какая-то классная тема. То есть пошел дождь, тут же за секунду их там прицепил, дождь прошел, тут же за секунду их отцепил и все. Они сейчас делают пластиковые. И, кстати, наверное, скоро нам нужно встретиться с одним подписчиком, который там, ребята, сделали интересные крылья быстросъемные, которые вообще там скручиваются в трубочку, буквально, ну, реально вот в трубочку, такие две трубочки у тебя, переднее крыло и заднее. То есть носишь буквально там в рюкзаке с собой две эти трубочки, пошел дождь, ты их развернул, там прицепил и поехал. Интересная тема. Давайте сразу по зазорам. В стоке здесь стоит 25-я резина и сюда можно поставить 28-ю резину и это будет потолок. Давайте не пишите, не спрашивайте про 32-ю резину. Почему-то вот люди набрасываются на шоссейники, на какие-то еще велосипеды, хотят вставить широченную резину. Это у нас не трек-лакросс, это у нас не гревел, я не знаю. Это реально дорожный велосипед, фикс у него. Ну, и должны быть такие покрышечки 25-е. Расскажу вам свой опыт. Так получилось, что мой первый шоссейник, это была Merida Sculpture, он мне достался с 25-ми, с 23-ми покрышками. Какое-то время я проездил на этих 23-х покрышках. Поначалу у меня был вообще шок, когда я их купил. Мне казалось, как можно есть на столь узкой резине. Потом я привык, следующая моя резина была 25-я, и уже с того времени на всех подобных велосипедах, которые у меня были шоссейные, или вот я себе собрал сейчас второй велосипед моему гравийнику, везде ставлю 25-ю резину. Не ставлю 28-ю, для меня это уже широко. Реально я привык, я смотрю у других ребят, вот на 28-ю резину, 32-ю вообще не могу смотреть, 32-я это прямо уже какая-то бочка. Все, 25-я лично для меня это стандарт. 23-я, наверное, узковата, 28-я, 28-я можно в принципе ее ставить. Ну, я уже привык, как говорю, 25-я. Вот здесь стоит 25-я резина, и, не знаю, друзья, покатайтесь, попробуйте. Как мне кажется, это вот такая золотая какая-то середина, это уже не узко, как 23-я, но еще и, ну, соответственно, резина не становится каким-то таким баллоном. Давайте поговорим про колеса данного велосипеда. Как я уже много раз говорил, колеса это то место, где производитель старается сэкономить, и, как правило, у него всегда это получается. Этот велосипед не стал исключением. Это два невероятно тяжелых колеса, весит, как я уже говорил, примерно 4 килограмма оба колеса. Это у нас алюминиевые втулки на насыпи, стальные спицы, высоченный вот такой вот обод. Вот покрышечки 25-я Кенда, слика, вообще полностью сликовые покрышечки. Покрышечки, естественно, ну, колеса у нас, естественно, не на бескамерке. Это все собрано на камерах. Давайте по колесам, по этим, что сказать. Как я уже говорил в начале, наверное, колеса это действительно кандидат на этом велосипеде на апгрейд. Если он вам понравится, полюбится, вы, значит, к нему привыкнете и захотите оставить себе эту раму и на ней, значит, кататься и получать там свои какие-то позитивные эмоции. В общем-то, колеса, как мне кажется, можно было бы здесь заменить. Почему так? Обода. Вот эти вот высоченные, широченные, значит, обода с высоким профилем. Что в них не так? Да, потому что вот этот вот широкий, высокий, точнее, профиль, естественно, это вес. Лишние граммы, килограммы даже, я бы сказал, вот этого веса. Я бы, наверное, поставил сюда вообще в стоке, ну, если бы я был производителем, если я бы комплектовал этот велосипед, поставил бы, ну, обычные там маленькие обода, ну, невысокие. Согласен, высокие у нас обода смотрятся прикольно, но в случае, если нет вот этой вот тормозной дорожки, здесь у нас белая тормозная дорожка, поэтому красота вот этих вот высоких ободов, она, ну, немножко уже теряется. Ну, и, соответственно, можно было бы здорово снизить вес, а также нужно не забывать, что вот эти вот высокие обода потребуют, ну, естественно, покупку уже камеры с высоким ниппелем, что эти камеры с высоким ниппелем, они тоже стоят дороже. Также, завершая тему колес, практически все аутлипы, которые я видел, вот у меня там на районе, рассказывал, куча аутлипов, там стоит, прохожу, наблюдаю, еще у ребят аутлипы, значит, колеса на них стоковые, то есть люди реально гоняют на стоковых колесах и, в принципе, не занимаются апгрейдом. Это тоже, как я уже говорил, имеет место быть, имеет место быть такой путь, я вполне его поддерживаю, когда вы покупаете недорогой велосипед и не трогаете его. То есть вот катайтесь на нем, пока он не там выработает свои запчасти, тут же их меняете и катайте. Не занимайтесь вот этой вот тратой денег постоянной, поиском, подбором, ну, и, в общем-то, также другой путь, естественно, он тоже имеет место быть, то есть поменять вообще все на этом велосипеде, включая там колеса, ну, и так дальше по кругу, руль вынос, посидел, сидушку, систему, вообще все, оставив только раму. Такие велосипеды, такие аутлипы, они тоже присутствуют, потому что, ну, в общем-то, рама алюминиевая, прикольная, на самом деле люди остаются уже с этой рамой. Такой путь, ну, он, можно его во времени растянуть, да, там потихонечку купить, найти хороший руль, потихонечку найти там хороший вынос. И, кстати, эти потом детали, если они будут брендовые и вообще классные, они останутся с вами. На стоковых запчастях его можно потом продать, вот эти брендовые ваши детали, включая даже и колеса, включая, ну, в общем, все, сидушку останется с вами. Короче говоря, колеса мы с вами обсудили, да, это уже, ну, этот велосипед не открытие, да, он скорее продолжает вот эту славную традицию вообще всех брендов, всех до единого, какие только есть. Производители ставят на все велосипеды и на дорогие, и недорогие самые простые колеса, чтобы сэкономить. Давайте идти дальше. По звездам тут у нас все просто. Спереди 46 звезда, сзади 16, 46 на 16. Это 2,88, 8 скит-патчей. Если вы поставите глухую передачу, то есть перевернете это колесо, в стоке оно идет с фривилом. Если вы перевернете, то, соответственно, у вас окажется 8 скит-патчей. Не то, чтобы супер много, но, в принципе, достаточно. Передаточное колесо будет протираться, ну, в разных местах. По поводу самого передаточного соотношения сказать, в принципе, нечего. Довольно среднее значение. Естественно, нужно взять этот велосипед и начать на нем кататься. Мы все абсолютно разные люди. У нас у всех абсолютно разная подготовка. Вот дать такой прямо вот совет сходу, да, что там поставь сюда такую-то звезду, а вот туда такую-то. И вот это совершенно бессмысленно, потому что нужно начать кататься, и вы сразу поймете, эта передача для вас тяжела или она очень легкая. Нужно там добавить, убавить. То есть реально нужно брать этот велосипед, начинать катать. И мне кажется, буквально в первые там минуты, часы или дни вы сразу поймете, что с этой передачей так или не так в вашем случае. Все это очень легко меняется. Оно все очень недорогое. Меняется это все самостоятельно. Снял там, раскрутил, закрутил. Дом буквально за 5 минут поменял. На других велосипедах мы обсуждаем тормоза. Здесь, кстати, тоже есть тормоз. Давайте про него скажем. Это ободной крещевой тормоз у нас, один задний. Кстати, на некоторых велосипедах фигурирует передний тормоз, что, наверное, может быть даже более предпочтительно, потому что у него более сильное тормозное усилие. Ну, в принципе, здесь у нас стоит задний тормоз. Сказать по нему, ну, абсолютно вообще на самом деле нечего. Это самый простой тормоз, как есть. Колодки самые простые. В общем, все самое простое. Ручка тормозная у нас находится не в виде пистолета вот здесь сбоку, а прямо вот тут на руле, значит, ну, в районе вот этого места. То есть, ну, в принципе, тормозить для новичка будет самое то. Конечно же, все фиксеры с презрением смотрят на этот тормоз, видят его, и у них просто начинается какая-то паника. Но, тем не менее, как я уже вначале говорил, очень много людей используют этот велосипед как дорожный, как городской. Поэтому тормоз... Видел я, кстати, много, очень много таких херетейджей, которые с тормозом благополучно продолжают его эксплуатировать как раз вот с этим стоковым тормозом. Давайте поговорим про дизайн этого велосипеда. Эту тему, естественно, нужно обязательно обсудить, потому что фикс, это, ну, не прежде всего, но это огромная-огромная часть фиксерской жизни, фиксерской тусовки. Это дизайн, это стиль. У нас есть два велосипеда. Это 22-й год и предыдущий, 21-й год. Тот был черный, абсолютно полностью черный, там с такой светлой надписью золотистой или светлой, не помню. Это 22-й год. Соответственно, ну, как вы видите, он у нас такой белоснежный, тоже с вот этой вот самой золотой надписью. Шрифтовая работа здесь неплохая. Вот этот шрифт, он на самом деле не такой, как мог бы быть. В компании сейчас он носит вот такими буквами. Здесь это бы не пошло. На самом деле здесь, ну, шрифтовая работа вот в этой части нормальная, мне нравится. Вот эта надпись прикольная, херетейдж, значит, наследие. Тут у нас встречают еще вот такие вот надписи, которые, ну, не дадут ошибиться вам и, да, там, повернуть не в ту сторону. Здесь написано фиксит гир, для тех, кто там не понял еще. То есть это фиксит гир. И born in the street, то есть рожден на улицах. А также на рулевом стакане у нас прикольная надпись. Милли – это моя медитация. Ну, то есть километр – это моя медитация. Ну, то есть, как вы видите, тут все так сделано, да, в расчете на людей, чтобы заинтересовать их и коснуться каких-то струн их души, там, ну, в общем, копнуть туда поглубже в их душу и, значит, надавить на какие-то их болевые точки, что этот велосипед, значит, ну, он такой твой друг, твой такой кореш, твой такой коллега, который подарит тебе вот эти километры медитации, когда ты на велике будешь мчать. На самом деле идея прикольная, надписи тоже прикольные. Они погружают тебя в какое-то особое пространство по цвету. Это такой белый цвет, у него немножко и присутствует перламутр, он немножко такой переливается. Цвет прикольный и вообще, на самом деле, велосипед, ну, смотрится прикольно. Это черный и белый цвет, два цвета. Колеса, руль, там, вы нас под сидел, седло, все у нас черное, звездочки все черные. И вот эта белая рама, прикольно. Черный тот предыдущий, он тоже смотрится по-своему прикольный. Единственное место в дизайне, ну, оно не относится, да, непосредственно, там, к раме, ни к чему. Это вот эти тормозные дорожки. То есть, если бы этот велосипед был без тормозных дорожек, то есть, ну, сразу это плюс миллион, там, к дизайну. То есть, вот такие черные, полностью черные колеса и полностью белая рама. Ну, это просто был бы вообще там топ из топов. Ну, мой глаз сразу прицепился к этим тормозным дорожкам. Уж простите, я такой дотошный, привередливый человек вот в этом плане. Для меня дизайн, на самом деле, это, ну, невероятно важная часть велосипеда. Подмечаю буквально там любые микро какие-то штуки, микро мелочи. Все, важно, ничего второстепенного здесь не бывает. В принципе, по дизайну этот велосипед очень неплох, реально очень неплох. Вот буквально, говорю, вот эти тормозные дорожки, это вот единственное место, наверное, да. А так вот по балансу, по цветам, вообще приятно. Шрифтовая работа, приятные сами надписи, приятного цвета. У них приятный размер, масштаб нормальный, там ничего не выпирает, не торчит. Ну, шрифты, как я уже говорил, тоже сами шрифты, они тоже нормальные. То есть надпись там присутствует на рулевом стакане, тоже нормально она сделана нормальным шрифтом. В общем, по дизайну этот велосипед прям мне понравился. Наверное, он мне понравился даже больше, чем предыдущий черный, хотя тут тоже неплох. Но этот, в общем-то, получает от меня довольно высокую оценку. Давайте немножко поговорим о геометрии. Я достал табличку, числа. Мы сравним, кстати, два велосипеда этой же самой компании Outlib. Их шоссейный велосипед Trackway, этого же 22-го года. И вот этот данный велосипед. Сравним велосипеда одной примерно Ростовки. Этот велосипед у нас 55-й, его будем сравнивать с шоссейным велосипедом Trackway 56-й Ростовки. Сразу я все параметры не буду там зачитывать, они все нам не нужны. Буквально вот несколько параметров, я на них обращу внимание. Это угол рулевой. Смотрите, на шоссейнике у нас 71, здесь 74. Это колесная база на шоссейнике у нас 103,4. Здесь 100,8, то есть метр. Метр там и чуть меньше сантиметра. Перья на шоссейнике 440, здесь 405. И провискаретки на шоссейнике 70, здесь 55. В общем-то там стэк рич, есть тоже интересные параметры. Давайте скажу, на шоссейнике 387, это рич. Как раз о рич я и хотел поговорить. Здесь 418, то есть это параметр от центра каретки туда до руля. Из этих данных мы сразу видим, что давайте начнем с того, что шоссейник, это уже шоссейная геометрия, это уже спортивный велосипед. Это уже резкий, быстрый велосипед по посадке, по всем своим характеристикам, когда ты на него садишься. Он в общем-то сконструирован для того, чтобы быстро ехать, чтобы твои ноги сами давили на педали. Ну и в общем-то он рулился определенным образом. Там каретка поднята, перья короткие, колесная база короткая. Здесь, если сравнивать, допустим, вот этот велосипед с таким же, уже шоссейным, уже спортивным велосипедом, то есть все еще круче. То есть этот велосипед еще короче, у него еще короче перья, у него поднята кареточка выше для разгона. Трековый велосипед, но он стартует с места, каждая миллисекунда там важна, поэтому поднимается кареточка, чтобы был быстрый старт. В общем-то этот велосипед, ну и угол рулевой, у этого велосипеда невероятно тоже острый угол рулевой, то есть это быстрая острая рулежка. Короче говоря, забавно мне наблюдать людей, которые, ну как я уже говорил в начале там возрасте такие мужчины почтенные, да, покупают этот велосипед и там море каких-то охов, вздохов, когда они первый раз на него садятся и вообще не понимают после МТБ, после вот этих круизеров, длинных великов с таким углом рулевой там вальяжный, да, который так вот рулится неспешно, как лимузин. То есть они садятся и офигевают реально, что происходит, почему так, почему он такой весь вертлявый, почему он, куда он там подо мной весь дергается, не могу рулить, почему мне хочется давить на педали, я вроде уже там старенький человек, в общем-то уже и здоровья никакого нет и все равно начинаю на нем там куда-то гоняться, что происходит. То есть люди не могут понять, что что случилось, ну все дело естественно в геометрии. Этот велосипед сконструирован для того, там на нем надписи, что ну вообще он наследник, наследник трековых велосипедов, который переместился на улицу и вот соответственно он такой поджидает, чтобы схватить своего хозяина, ну значит и разогнать его туда по улицам навстречу мечте. У нас был шоссейный велосипед, который мы сравнивали, у него уже было там все агрессивное, уже там числа были такие, что ну хочется гнать и значит давить на педали. Этот велосипед еще круче, то есть у него еще острее рулевая, там еще меньше колесная база, еще меньше перья, выше каретка, то есть все значит еще. То есть что это на практике будет означать? Вы сядьте на него и будете быстро ехать. Хочется вам этого или нет? На этом велосипеде естественно можно почилить, но недолго. Недолго вы на нем прочилите, потому что в любом случае геометрия будет вас провоцировать к тому, чтобы ускоряться и на нем быстро ехать. В общем-то это факт, ну который не подлежит никакому сомнению. Давайте идти дальше. Буквально еще один маленький момент, это комплектные пластиковые педали. Педали на этом велосипеде нужно обязательно заменить. Почему я специально остановился на комплектных педалях, в общем-то на том месте, на котором особо даже и разговаривать нечего. Логично, что на каждом велосипеде комплектные пластиковые педали нужно менять. Этот велосипед у нас как фикс позиционируется, в принципе он фиксом и является естественно, если колесо перевернуть, получить глухую передачу, то на этот велосипед обязательно просится контактные педали и или стрепы хотя бы. Если вы никогда не катались на контактных педалях, то попробуйте вначале со стрепами поездить и вообще поймете, что это такая за штука. Тоже очень интересно. Ну это педали с вот такими вот тропичными там, ну или другими пластиковыми вот такими вот накладками, куда вы вставляете свой кроссовок и соответственно вы можете не только давить на педаль, но и тянуть ее, подтягивать. Также эти стрепы позволят вам скидить ну и соответственно делать резкие торможения. Контактные педали естественно позволят вам делать все то же самое, но с еще большей эффективностью. Поэтому я не зря остановился на педалях, как можно скорее начинать осваивать контактные педали, если вы еще на них не катаетесь. На самом деле я когда-то через силу там, хоть меня тоже и уговаривали, мне не хотелось. В общем уговорили, я попробовал контактные педали, точнее, ну полчаса меня заставили на них перейти. Это было довольно таки давно, все, я теперь вообще не представляю, как можно ездить на обычных педалях. Ну понятно, можно там в ситуациях, когда это требует обстоятельства, допустим, ты в туринге там или все в каких-то моментах, понятно. Но в общем и целом вот так вот большинство случаев, естественно, я езжу в контактных педалях вообще не представляю, как можно по-другому ездить. К слову сказать, контактные педали бывают не только вот такие маленькие, которые там специально, они бывают там с платформой, в которых можно ездить в обычные ваши повседневные обуви, но там будет шип. То есть этих контактных педалях на самом деле их очень много. Есть вообще контактные педали, в которых одна сторона она вообще полностью, ну топталка, да, с другой стороны только шип у нас там разные, какие хочешь. Короче говоря, вот эти вот комплектные педали, озаботьтесь, на самом деле это мой горячий такой совет вам, озаботьтесь с покупкой контактных педалей, как минимум, да, либо посмотрите для начала стреп, а потом уже перейдите на контакты. Друзья, будем заканчивать наш сегодняшний ролик. Сегодня на обзоре был, как мне кажется, просто прекрасный, замечательный велосипед от Leap Heritage. Наследник. Фикс. Велосипед Фикс, но не только Фикс. Он может быть использован как дорожный, как городской. У него совершенно какая-то приятная цена. 24 тысячи рублей он стоит. Есть такое небольшое огорчение, их довольно быстро разбирает. Если вы соберетесь там его найти, значит, в своей ростовке в нужной. Кстати, есть там, ну, достаточно ростовок разных. Это велосипед. У нас есть такая плохая традиция современных каких-то вот таких недорогих велосипедов все выпускать в одной ростовке. В общем, этот велосипед у нас выпускается в разных ростовках. Есть 52, 55, 58. Ну, соответственно, короче, они довольно быстро заканчиваются. Только попадают на склад и тут же их как-то так вот быстро сметают. У него очень прикольный дизайн. Вообще, вот этого года дизайн 22, да, вот этот светлый. Прям классный. Прям мне вообще реально понравился. Этот велосипед можно было бы как-то сильно там обсуждать и разбирать, но он настолько простой, что обсуждать практически и нечего. Про колеса мы поговорили, да. Это такой кандидат на апгрейд. Опять же, если вам, ну, слишком уж припечет. Знаю кучу народу, которые катают на стоковом, на стоковом вот таком обвесе. Все, то есть, в стоке и колеса, в том числе. Вообще, даже сидушку не меняют. Вот, катают все, что с магазина досталось и вообще, на самом деле, горе не знают. Этот велосипед вполне, он из магазина, вот из коробки едет. Вполне вот его взял и начинаешь ездить там, ну, значит, смотришь и понимаешь вообще, что это за зверь, что это за велосипед. Расскажу вам буквально какие-то свои напоследок мысли. Вначале я уже говорил, что рассматриваю, ищу себе сейчас какой-то вот такой дорожный городской велосипед. Не фикс. Для меня основные требования к этому велосипеду, чтобы он был простой, очень простой. То есть, здесь, как мы видим, вот эта простота присутствует. Это одна передача подрегулировать, которую под себя можно очень легко, там, путем, ну, нахождения своей вот этой задней звезды, своего вот этого передаточного соотношения. Он уже сейчас на фривилле. У него есть тормоз один задний, который, в принципе, нашу конструкцию никак сильно там не утяжеляет. Что по нему еще? Руль у него довольно, ну, нормальный стоковый по ширине, я имею в виду. Я сюда, как я уже говорил, поставил бы палку, поставил, ну, или просто заимел бы себе палку, там, и в зависимости от обстоятельств менял бы. Ну, просто мой опыт показывает, что с палкой в городе как-то получается, ну, прикольнее ездить. Наверное, сидушку, может быть, можно было бы менять. Ну, в общем-то, это стоковая сидушка, у нее есть набивочка, поэтому для города она вас, в общем-то, никак не расстроит. Наверное, единственное место, которое можно было прямо из магазина менять, это педали. Вот педали меняешь, ну, и все. А на всем остальном можно ездить. Короче говоря, вот так вот в сумме, ну, геометрия, давайте еще быстренько скажем про геометрию. У него достаточно резкая, такая спортивная, остренькая рулежечка, да, короткая база, перья короткие, каретка там высоко. Люди, которые никогда на подобных велосипедах не катались или после МТБ сядут, немножко могут офигеть, насколько он такой быстрый, резвый и, значит, просится куда-то в бой. Ну, в общем-то, быстро привыкнете и тоже вольетесь и будете тоже на нем быстро гонять. Покрышечки 25-е, но тоже сликовые, все это для асфальта сделано, для дороги будет только быстро мчать. Короче, давайте, да, такой супер-супер итог. Мне показалось, что это велосипеда больше, больше достоинств, чем недостатков. Недостатки у него, естественно, обусловлены его ценой. Люди у нас собирают фиксы, там, за 100 тысяч, 150, 200. Вот недавно и я был со своим фиксом, который обошелся ему за 200 тысяч, 200 тысяч, там, плюс. У него, кстати, вес получился 8 килограмм, чуть меньше 8 килограмм. Ну, да, там космический аппарат получился, но и по цене, я бы сказал бы, он тоже получился космический. В 10 раз дороже этого. Я не скажу, что фикс или может вам подарить, не знаю, там, в 10 или сколько-то раз больше эмоций, когда вы будете на нем кататься. Эмоции эти измерить невозможно. Если вы подберете себе хорошую компанию и будете кататься на этом велосипеде с друзьями, то, в общем-то, как мне кажется, он тоже сможет подарить вам кучу эмоций, там, больше, намного больше своей цены. Друзья, напишите ваш хороший комментарий, напишите ваш плохой комментарий, напишите про этот велосипед, может быть, у вас он есть. На самом деле, как мне кажется, по моим ощущениям, он должен быть вообще у каждого второго человека в Санкт-Петербурге, потому что я тысячами их вижу тут на улицах. Мне кажется, куча народу имеет их во владении. Короче, напишите все ваши комментарии, все, что вы думаете, обсудим. Увидимся в следующих роликах. Не пропадайте. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok